Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас прогулка по речным просторам Санкт-Петербурга, но удобно бы в страходном катере. Мы увидим набережную рек Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова, реки Невы. Это большая прогулка и очень интересная, с рассказами о достопримечательностях города. Рассказывать вам будет о них. Артист одного из театров города. Смотрите, слушайте. Надеюсь, вам понравится. Но я на сегодня с вами прощаюсь. С вами был Александр Петербург. Канал, мой район, мой город прогулки. Доброго вам дня и до новых встреч. Санкт-Петербург активно реализовывали идею морского порта. Культивировали в жителях морской армии. Любой петербуржец знаком с водной стихией и понаслужен. Дельта главной реки города Невы почти полностью застроена и не современными, а историческими зданиями. На первый взгляд это кажется незаметным, но центр Санкт-Петербурга целиком расположен на островах, каждый из которых имеет свое название. Мы увидим лучшие образцы архизектуры и искусства, проплывем по всем основным речным артериям, увидим всемирно известные парки и памятники. Так что устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь смотреть искусство. Изначально она принадлежала русским, но была позже занята Швецией, сильной морской и торговой державой, владевшей в конце 17 века большей частью побережья Балтики. Устья Невы оставалась шведским на протяжении целого столетия. Переломным моментом стала Северная война, начавшаяся за три года до основания Петербурга между Швецией и коалицией североевропейских государств, куда входила и Россия. В самом начале войны русские войска заняли часть шведской территории в Устье Невы и для того, чтобы закрепиться в этом районе, Петр Первый решил построить крепость, позже названную Петропавловской. С этого и началась история Петербурга. Рядом с дворцом Шереметьевых вы видите длинное желтое трехэтажное здание, центральная часть которого выделена восьмиколонным ордиком. Оно построено в начале XIX века по проекту Джакома Кваренту в характерных формах старого классицизма для Екатерининского института благородных девиц. В наши дни здание принадлежит российской национальной библиотеке. Институты в Петербурге появились благодаря просвещенной монархии Екатерины Великой. Императрица, общавшаяся с выдающимися философами XVIII века, проводила активную образовательную политику. Благодаря ей появились частные типографии, учреждения начального образования для всех сословий и первые женские учебные среди места. Нижшее протечение фонтанки, на пересечении с главным проспектом города, Невским, находится Аничков Морск, один из самых известных петербургских мостов. Его украшают четыре скульптурные группы, укротители коней, изображающие четыре стадии укращения коньячного народа. Они созданы архитектором, который был коровищем Горда и являются одного из лучших работ на рынке. История этого моста началась практически с основания Петербурга. Тогда первый деревянный мост, который был положен на этом месте в городе Невский город. Получилось свое название по имени подполковника Ничиного, который командовал его на высшем предправке. Деревянный мост был со сладпау, и у проезжающих проверяли документы, взымали пошлину завоз товара, следили, чтобы ночью в город из леса не набегали волки. Рядом с Анечковым мостом стоит Анечков-Кварец. С реки мы видим часть построек. Т.Горда, в мае, в мае, в мае. В мае, в мае, в мае. Субтитры делал DimaTorzok 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 На набережной перед мостом Ломоносова есть спуск к ладе. Слева над ним расположилось огромное пятиэтажное здание с большим количеством украшений на фасаде. Перед нами доходный дом Елисея, одной из наиболее влиятельных кубических семей 19-го века. Этой богатейшей фамилии принадлежало около двух десятков доходных домов в Метербурге, конный завод, виноградники в Крыму и многочисленные продовольственные магазины. Субтитры делал DimaTorzok Один из красивейших пятиэтажных домов – знаменитый магазин Елисеевский. На низком аспекте существует госиапорт в специально выстроенном для него здании. Восхищение вызывает то, что родоначальник фамилии Елисеев изначально был крепостным с графа Шереметьевна. Мост в Пелегнаме ведет к богато декорированному зданию с зеленым фасадом справа. Это лучший дом графа Атрансина, в котором сейчас находится Большой драматический театр имени Установа. Театр был организован в начале 20-го века при непосредственном участии писателя Максима Бойкова и поэта Александра Гуловна. В середине 20-го века главным режиссером стал Георгий Александрович Установ. Именно благодаря его огромному таланту театр стал одним из лучших драматических театров в стране. В 19 веке на месте Большого драматического театра находился Сумулинский театр. Это заведение было достаточно популярным, и при удобстве зрителей, рядом с ним, через фонтанку, был организован в оботочный ремонт. В 19 веке на месте Большой драматический театр. В 19 веке на месте Большой драматический театр. Отсюда, по призыву офицеров, в день восстания декабристов, он отправился на Семеновскую площадь и пришел туда вверх. Всего 30 офицеров декабристов вывели на площадь около 3000 солдат. Название следующего Семеновского моста связано с расположенными по близости казармами и гвардии Семеновского полка. Первое упоминание о деревянной переправе пригласится к началу XVIII века. Впоследствии ее заменяли в Кайпустое. Новый Семеновский мост, еще одна переправка из Кайпустое, сниженная путью в Кайпустое. Новый Семеновский мост, еще одна переправка из Кайпустое. Новый Семеновский мост, еще одна переправка из Кайпустое. Новый Семеновский мост, еще одна переправка из Кайпустое. Здесь собирались самые яркие представители художественной интеллектуации – Крылов, Грибоедов, Батюшков, Гнедич, Киприцарь. Здесь же в первые годы после окончания лицея часто бывал Александр Пушкин. Здесь он познакомился с Анной Петровной Кирой, в которую был влюблен и который посвятил стихотворение «Я помню еще одно мгновение». Их прицел бы за профилактику, и не хоть и что, но не шаг из природы? Это бывшая авариусльная больница. Она эксперт водный слайды России и подают от всех станций. Здесь одно другое зрение предположение лошадей-билой. Это подбородение Гроз säger . Первоначальник по презрению дружил Крылов, Грибоедовым, Батюшков, Грозой. Папа годово-ролк returned with it. Продолжение следует... 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 не вполне соответствовал масштабу задач императора. Только что мы вошли в Крюков канал. В начале 18 века он в транспортных целях был прорыт от реки Невы до реки Морики. Затем участок от Невы до Адмиралтейского канала был засыпан, и в настоящее время Крюков канал простирается от площади Труда до реки Фонканки. Канал получил свое современное название в честь подрядчика Семена Крюкова, причастного к его строительству. Длина канала составляет 1015 метров. Тянутся три двухэтажных дома желтого цвета. Нас интересует тот, что находится в центре. Здесь у родственников во время визитов в Петербург останавливался знаменитый русский полководец Александр Васильевич Суворов. В этом же доме он умер 6 мая 1800 года. Сейчас мы приближаемся к одному из самых романтичных мест в Санкт-Петербурге. Пересечению Крюкова канала и канала Грибоедова. Его называют Семемостями. Архитектурные особенности перекрестка позволяют видеть с него семь мостов одновременно. Мост перед нами Старо-Никольский. Как только мы выйдем из-под него, слева будет Пекалов мост. Вот оттуда и нужно производить подсчет. Пересчитывая мосты, нужно, как водится, загараживаться. От Семемостя вдоль Патриудового канала уже видна голубая колокольня и золоченые купола Никольского морского собора. Собор одновременно вмещает около пяти тысяч человек. Исторически он разделен на две части. Нижнюю и Верхнюю церкви. Нижняя Никольская церковь освящена во имя святого Николая Чудотворца, который традиционно считается покровителем плавающих и путешествующих. Верхняя церковь во имя Богоявления Господня. При освящении собор был назван морским. В нем отмечались победы российского флота. Развитие Петербурга с момента его основания активно контролировалось императором Петром Первым. Он сам утверждал централизованные планы застройки города. Часто по его просьбе переносились уже построенные дома. Вид целых набережных или основных улиц регламентировался его указами. Ката, украшенный черный дом по правому борту, это доходный дом шоколадного короля Двейки, построенный в начале 20 века архитектором Сергеем Осиповичем Овсяником. Дом построен в стиле неоренессанс и богато декорирован орнаментами и рельефами. Его украшают вторые по величине в Петербурге атланты. Самые большие расположены у здания нового Эрмитарда. Двор этого дома, а также полюстрада и набережная береги, часто используются как декорации для меня. Раньше этот канал соединял не только фонтанку с Молькой, но и Неву с Молькой, то есть был в два раза длиннее. Однако при строительстве моста лейтенанта Шмидта через Неву часть канала, выходившего к главной реке Санкт-Петербурга, заключили в кирпичную трубу и закрыли. Про подземную часть канала вскоре забыли, и он стал местом сбора преступников и бездомных. Про темную жизнь в туннеле ходили страшные слухи. Именно об этом месте был снят популярный в 90-е годы прошлого века сериал «Петербургские тайны», по сюжету которого в подземелье Крюкова канала ограбили и убили одного из героев. Только после того, как под туннелем просела мостовая и на месте площади труда, которая была построена над ней, образовалась огромная дыра, большая часть подземного канала была засыпана. Мы проходим рядом со зданием знаменитого Мариинского театра. Его можно узнать по белым наличникам на окнах, белым же элементам декора и светло-зеленому цвету стен. Он входит в число императорских театров России. На месте нынешнего Мариинского театра располагался театр цирка. Цирк сгорел. На его месте архитектором Альберто Акабоса был построен новый театр. Он-то и получил имя Мариинского в честь царствующей императрицы Марии Александровны, супруги царя Александровна. Собственно, Мариинский театр в его нынешней форме открылся в середине 19 века оперой Михаила Глинки «Жизнь в зацаре». Мариинка является пионером среди мировых театров по использованию технологий. Так, в самом конце 20 века была организована первая в истории интернет-трансляция оперного спектакля. А десятилетия спустя состоялся первый в мире телепоказ по лета в формате литературы. Так что следите за новостями. Театр приготовил для вас еще много интересного помимо славной программы. Петр Первый лично вникал во многие тонкости, например, пожарную безопасность, и предлагал инновационные для России того времени решения. Многие идеи император позаимствовал из голландского опыта. В юности он обучался в Голландии кораблестроением, был очарован столицей Нидерландов и намеревался построить на русских землях Второй Амстердам. Внешний вид домов, интерьеры, формы крыш делались по голландскому образцу. Оттуда же для работы выписывались многие специалисты. В 21 веке многие здания Новой Голландии были отреставрированы, а внутреннее констанство острова отмеплено. Сейчас внутри разбит ворок. Здесь проходят выставки и культурные мероприятия. Открыты кафе. Равне с традиционными для города улицами и проспектами Петербург прорезают реки и каналы, которые сейчас используются в основном для туристических прогулок. А пару веков назад были настоящими транспортными магистралями, по которым переправляли людей и товары, ездили по делам и в гости, а выходные обязательно выезжали на водные прогулки. Мы свернули в реку Мойку. Самый первый мост на нашем пути – Краснофлотский, а следующий за ним – Поцелуев. Рассказывают, что в XVIII веке, когда набережная реки Мойки являлась городской границей, на Поцелуевом мосту прощались со своими возлюбленными, моряки и все, кому приходилось уезжать из города. По другой версии, неподалеку от моста находилась тюрьма, и арестанты расставались на нем со своими родными. Этой переправе посвящена одна из песен Леонида Утеса. Скорее мне, неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены, а в том секрет. А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев и сынники нет. Берега рек укрепляли деревом, а позже гранитными плитами. Во многих местах сооружали новые каналы и небольшие гавани для частных лодок. Этого требовало не только желание Петра I превратить Санкт-Петербург в Амстердам, город, где водные пути считались основными, но и необходимость осушения заболоченных земель. Каналы отводили лишнюю воду и частично спасали от разрушительных наводнимы, которым долгое время был подвержен город. Если смотреть вперед вдоль бойки, открывается прекрасный вид на Исаакиевский собор. Предмет личного внимания императоров, от Петра I до Александра II, собор перестраивался четыре раза. В самой первой Исаакиевской церкви состоялось венчание Петра I и Екатерины Алексеевны. Здание, которое мы видим сейчас, строилось 40 лет. Впереди, справа по борту, находится дворец князей Юсуповых. Это здание желтого цвета с колоннами. Всего Юсуповым принадлежало более 50 дворцов только в России, не считая заграничных резиденций. Но этот дворец, благодаря своему столичному местоположению, считался главным. Он известен тем, что в его стенах был убит Григорий Распутин, крестьянин села Покровское в Тобольской губернии, якобы имевший власть над семьей последнего императора Российской империи Николая II. Говорят, что Распутина отравили, потом в него стреляли и, в конце концов, утопили. По левую руку находится почтовый квартал. Несложно догадаться, что здесь, недалеко от места службы, селились работники почты. С именем почты связано название многих объектов квартала. Почтамская улица, Почтамский переулок. Через мойку здесь перекинут ажурный пешеходный Почтамский мост. Цепная переправа была построена еще в первой половине XIX века. Прямо перед нами, по левому берегу, там, где мойка делает изгиб, находится Дом культуры работников связи. Архитектура здания необычна, и этому есть простое объяснение. Давайте мысленно пристроим к нему башню со шпилем в готическом стиле и прорубим парадный вход с торца. Перед нами бывшее здание немецко-реформаторской церкви, построенное в середине XIX века. Облик и церкви, сложенный из красного кирпича и увенчанный высокий двухъяростный башен со шпилем, сочетались черты романского стиля и балтийской готики. Торжественно суровым был церковный зал с мощными сводами и большими окнами витража. Храм эффектно замыкал угол морской улицы и набережной морки. В XX веке здание реформаторской церкви было полностью перестроено и стало таким, как мы видим его теперь. В первые годы существования Петербурга здесь особенно не хватало рабочих. Первоначально в строительстве были задействованы солдаты армейских полков и обитатели Шлиссельбурга, крепости, расположенные на берегу Невы у Ладожского озера. Главной рабочей силой стали партии крестьян из ближних и дальних уездов, одной из повинностей которых было городовое дело. В стойку были перекинуты несколько цветных мостов – синий, зеленый, красный и желтый. Такие яркие цвета были несколько непривычны до Петербурга, в котором строгость и сдержанность окраски зданий оговаривалась в императорских указах. Но поскольку все эти мосты были очень похожи друг на друга и располагались в тесном соседстве, их путали даже сами петербургцы. Поэтому их и пришлось выкрасить в разные цвета. Впереди виднеется синий мост. Но перед тем, как мы вплывем под него, обратите внимание на гранитную стелу, увенчанную трезубцем, которая находится слева от нас. Это водомерный столб-фудшток, на котором отмечены уровни самых больших петербургских наводнений. В наше время ожидать таких подъемов воды уже не приходится, так как дамба, построенная в Финском заливе, защищает город от буйства стихий. Но вернемся к синему мосту. Это самый широкий мост в Петербурге, шириной почти 100 метров. Многие из таких, этого даже не замечают, просто потому, что не замечают самого моста. Тем, что это так, что фактически сжигается частью писательской площади. И именно с него удобнее всего любоваться писательским собором. И по-моему, где работают в Петербурге. Присылают рабочих никто в республике, но один практически из всех, из-за страны. Тяжеленно, во время дубеда сезона, их число достигало 40 тысяч. Строители работали в 12-15 часов в день, а вперед белых ночей и круглые сутки. Из-за того, что Санкт-Петербург располагается на болотистой местности, здесь всегда была острая нехватка стройматериалов. Достать обычный песок было непросто. Но особенно стройка на Неве нуждалась в камнях. В 1714 году был введен особый налог, действовавший более полувека. С каждого въезжающего в город по земле взымали по три камня общим весом 2 килограмма. С каждого приплывающего по воде больше. Три камня весом от 4 до 12 килограмм. Впереди Красный мост. Он примечателен тем, что сохранил свой первоначальный опыт. Именно такими были мосты через реку в 19 веке. Он, конечно же, был реконструирован. Из чугунного стал стальным, но его внешний вид был полностью сохранен. Мост находился на Гороховой улице, которая является одним из лучей, отходящих от Адмиралтейства. И первоначально имела название «Средний перспектив». Невский проспект назывался «Большой перспективой». Вознесенский проспект – «Малый». Нынешнее название улица получила в середине 18 века, когда купец Даррах построил на ней каменный дом и открыл лавку. В народе неизвестную фамилию переначали в «Горох». Так улица получила свое название, и никакого гороха на ней не росла. В первые годы строительства Петербурга по левую руку от нас была морская Слобода. Здесь, в шалашах и деревянных избах, ведь камня на всех не хватало, недалеко от Адмиралтейства жили его служащие, а также моряки разных званий и работники верфи. В Слободе был организован морской рынок. Там продавали еду, дрова и сено. Жильцы попадали домой, в том числе на лодках по Мойке. Во время пожаров в 30-х годах 18 века Слобода полностью выгорела и была перенесена в другое место. А здесь купцы начали строить новые каменные дома. Справа, вдоль Мойки, тянется высокая ограда с входом аркой посередине. За ней находится педагогический университет имени Герцога. Это бывший дворец Кирилла Разумовского, фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Владелец устраивал там роскошные балы и маскарады. Позже, по указу Павла I, дом был передан воспитательному дому. Там жили сироты-подкидыши, инвалиды. Символом приюта был пеликан. Его изображение можно увидеть в верхней части арки, над входом. Право у моста мы видим роскошный дворец розового цвета. Он принадлежал богатым и славным семьям строго. Они были близки императорской фамилии, и поэтому их дом строил придворный архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Это единственный сохранившийся частный дом его авторства. Растрелли оформил два главных фасада дворца по Мойке и Невскому проспекту в итальянском стиле. Обратите внимание на колонны и медальоны под окнами второго этажа. Внутри, несмотря на перестройки и пожар, сохранился роскошный бальный зал авторства Растрелли. В этой части города Мойку пересекает Невский проспект. Мост, по которому он проходит еще три века назад, был назван зеленым за цвет периода. Раньше он был деревянным, но в самом начале 19 века здесь построили первый в Петербурге чугунный мост. Его проект был утвержден как типовой для переправ через Мойку. Сразу за зеленым мостом, слева, вы видите дом купца Катомина, желтого цвета. В первой половине 19 века здесь помещалась кондитерская Вольфа и Эранжа. Они, газетчики, писали как о храме лакомства и лакомства, а о слабости, как о произведении искусства, созданных из сахара, шатолада и безума. В этой кондитерской живший неподалеку Александр Пушкин встретился со своим секундантом перед дуэлью с Дантесом. Поединок окончился смертельным ранением русского поэта. В первые 30 лет существования города берега этой части Мойки уже были заселены. Большинство домов были построены из дерева и располагались близко друг к другу при многоуровневой хаотичной застройке. В 30-х годах 18 века здесь произошли два сильных пожара. Они уничтожили большую часть построек района. Погорельцев расселили, а власти сразу же разработали генеральный план города. Петербург поделили на районы части для удобства пожарной охраны. Улицы получили официальные названия. Все центральные районы можно было застраивать только каменными зданиями. Начали проводиться противопожарные мероприятия, плановые проверки оборудования, например, печей. Длинный желтый дом с колоннами, который тянется до самого моста, можно сразу и не узнать с этого ракурса. Перед нами здание главного штаба, то самое, которое выходит фасадом на Дворцовую площадь. Главный штаб был центральным органом военного управления, да и сейчас здесь располагается командование Западного военного округа. Вместе с военными тут также размещалось Министерство иностранных дел и Министерство финансов. Архитектор главного штаба Карл Росси. Сооружение считается уникальным. Было очень сложно объединить разрозненные дома по берегу Мойки и на Дворцовой площади в единый комплекс. От некоторых домов оставляли только каркасы, а внешний корпус строили заново. А фасад главного штаба имеет форму дуги протяженностью более полукилометра. Это одно из самых длинных сооружений в Европе. Здесь через Мойку перекинут Певческий мост, который ведет от Дворцовой площади к Певческой капелле. Изначально мост именовался Желтый. Говорят, император Николай I лично выбрал место для Певческого моста. Это случилось так. В одном из домов по набережной реки Мойки жил граф Юрий Александрович Головкин, приходившийся родственникам императорской семьи. Однажды император пригласил графа в зимний дворец на обед. Головкин так спешил, что, садясь в лодку, оступился и упал в воду. Император для предотвращения подобных случаев предложил выстроить здесь мост. От моста немного виден кусок Дворцовой площади с Александровской колонной. Вы сможете увидеть колонну, взглянув налево и немного назад, когда мы выйдем из-под моста. Там же от моста виден угол здания главного штаба, выходящий на Мойку. Его оставили острым, чтобы не нарушать плавность линий здания со стороны площади. В народе этот угол быстро получил прозвище «Утюг». Первыми Мойку заселяли адмиралтейские служащие и военные. А тех, кто сливал в реку нечистоты, штрафовали, били кнутом, а в некоторых случаях даже отправляли накат. Чтобы для Санкт-Петербурга хватило материалов, каменное строительство было запрещено по всей России. Поэтому многие каменщики перебрались из других регионов сюда. Для них Петербург долгие годы был единственным местом работы. В первые годы строительства Санкт-Петербурга Петербург I хотел создать вокруг столицы кольцо загородных домов и дворцов. Белега рек, притоков Невы стали загородной местностью. В настоящее время сохранившиеся господские дома этих усадеб находятся в самом центре разросшегося города, а парки были застроены домами в более поздний период. До Петра I на другие усадьбы возводили следующий образом. На улицу выходил сад или огород, а дом находился в центре усадьбы, окруженный хозяйственными постройками. Петр I же настаивал на том, чтобы все дома выходили фасадом на улицу, канал или реку. Такой характер застройки, скрывавший бытовые неприглядности, придавал городу аккуратный и нарядный вид. Это во многом определило облик Санкт-Петербурга, где вдоль улиц, как правило, видны фасады домов, а парки, дворики и более мелкие постройки скрыты за ними. С момента своего основания Петербург был известен наводнением. Их вызывают циклоны и паводки. Играла роль и архитектура набережных, так как они были ниже, чем сейчас. Достаточно было, чтобы вода поднялась всего на полтора метра, и центральная часть города уже была затоплена. Правда, в нашей дне эта проблема решена. Около города построен комплекс защитных сооружений, поэтому неожиданный подъем воды в мире жителям уже не угрожают. История рассказывает, что еще до появления Петербурга одно из наводнений полностью скрыло нынешнюю территорию города под водой. А первое наводнение в городе произошло уже спустя три месяца после его основания. Символично, но за более чем трехсотлетнюю историю в Петербурге произошло свыше трехсот водителей. Пока что самое разрушительное было в 1724 году. Под водой выше двух человеческих ростов оказался практически весь тальчный вод. Из-за того, что Санкт-Петербург был торговым портом, здесь жило много русских и иностранных купцов. Они умели использовать особенности местоположения города на свой лад. Так, например, из-за частых наводнений они приписывали внезапным подъемом воды несуществующие потери или гибель товаров. В Петербурге говорили, что если год прошел без пожаров или наводнений, то точно кто-то из купцов должен обанкротиться. Правда, это происходило нечасто. Наводнения повторялись почти каждый год. Санкт-Петербург был построен на месте разрозненных деревень, располагавшихся на берегах. Поэтому практически все жители нового города были приезжены. Основой первого поколения петербургцев были служебные нори. Так называли военные и гражданские чаты, состоявшие в московском государе. Их по приказу Петра Первого переселяли в строящийся город, и из-за своего зависимого положения отказываются они в любви. Таким образом, в первые годы военные составляли около трети жителей. Строители города, а особенно мастеровых, слезобранных, таличников, плотников, переселяли в Петербург, когда договорили на вечное житье с женами и детьми. Отсюда их уже никуда не отпускали. Многие, прожив здесь несколько десятков лет, сами не хотели сниматься. Петр Первый понимал, что нужно любой ценой преградить путь шведам и закрепиться на берегах Невы. Для этого, прежде всего, нужна была крепость. Петр Первый сам выбирал для нее место, исследуя толпу берега Невы. Крепость была построена на Заячьем острове, в устье Невы. Сегодня над ней возвышается шпиль Петропавловского собора. Цитадель была заложена 27 мая 1703 года. Сейчас этот день отмечается в Петербурге как День города. Проект крепости был подготовлен инженером Ланбером при участии Петра Великого. Она построена в форме шестиконечной звезды, каждый угол которой завершает укрепление – бастион. Бастионы названы именами сподвижников Петра Первого, которые наблюдали за их построиной. Нарышкин, Меньшиков, есть и Государев-бастионы. Практически одновременно с началом строительства крепости начинается сооружение Первого храма – Петропавловского собора по проекту Доменика Трезина. Колокольня собора с ангелом на шпиле, наверное, самый известный символ Петербурга. Шпиль долгое время был главным наблюдательным функтом. Петр так сильно хотел высокую колокольню, что ее, вопреки традициям, стали строить раньше самого храма. Цель и любви – уводить сюда иностранных гостей. В Петропавловском соборе похоронены почти все российские императоры и члены их фамилии. Здесь находятся могилы Петра и последнего российского государя, Николая Второго, с семьей. По правую руку от нас, от Зимнего дворца до Троицкого моста и дальше за ним, тянется дворцовая набережная. По задумке архитектора Юрия Фельтона, она объединяет разрозненные здания в парадной части Невы в единый ансамбль. В бытовом плане каменная набережная укрепляет берег. Изначально осыпание берега предотвращали с помощью деревянных свайл. От соприкосновения с водой дерево быстро приходило в негодность, тогда как гранит считался одним из самых прочных и одновременно благородных материалов. Камень для строительства специально привозили из Финляндии. Вслед за Невой в гранит постепенно одели и все остальные реки Петербурга. Убедиться в прочности этого материала вы можете сами, ведь набережные перед нами больше 150 лет. Гранитные набережные это фактически визитная карточка Петербурга. Второй камень, встречающийся здесь не менее часто, мрамор. Сейчас мы проходим мимо уникального по своему оформлению мраморного дворца. Это трехэтажное здание справа. Нижний этаж отличается по цвету. Он отделан мрамором красного цвета, а второй и третий этажи украшают декоративные колонны из розового мрамора, которые ритмично очередуются с аккорными проемами. Дворец был заказан императрицей Екатерины Великой для своего фаворита графа Орлового. Говорят, эскиз дома рисовала сама государь. Это первое здание в Петербурге, облицованное природным кампом. В отделке использовано 32 сорта мрамора, привезённые не только из разных мест России, но и из Италии. Внутренние помещения также отделаны этим кампом, а в фундамент замурован мраморный сундук с монетами. Сейчас мраморный дворец один из филиалов русского музея, где выставляется богатейшая коллекция русского искусства. Мы подходим к Троицкому мосту. Деревянная переправа на его месте существовала долгие годы, но постоянный мост построили в начале двадцатого века. Конкурс на проект моста был международным. Его выиграл француз Гюстав Эйфель, автор Эйфелевой башни. Однако в итоге переправа была построена по проекту фирмы Ботиньёль, тоже французской. Они предложили изящную и экономичную арочную систему. Обратите внимание на кружевные пролёты моста. Строительство Троицкого моста являлось важным политическим шагом навстречу Франции, с которой у России были хорошие экономические и деловые связи. Открытие приурочили в двухсотлетию Санкт-Петербурга. В газетах новую переправу называли французской или парижской красавицей. Широко известен эксперимент советского лодчика Чикавова, который пролетел на своём смартфоне Троицким мостом в мире. Испомнили конечно же самого, говорят для того, чтобы поразить свою будущую жизнь, за что и был посажен командиром на Гауфахту. Слева за Троицким мостом начинается Петровская Санкт-Петербург. Ближе к мосту располагается Троицкая площадь, на которой раньше находился Троицебетровский собор, давший название многим объектам в области. По своему рангу собор считался вторым в Санкт-Петербурге после Исаии. Справа виден Левный сад, старейший сад Санкт-Петербурга. Он находится на острове, расположенном между Невой, Фонтантой, Мойкой и Лебяжьей Каналом. Его закладкой в начале XVIII века руководил сам император Петр I. Летний сад был устроен в регулярности. Этот стиль в Европе был очень популярен, в особенности во Франции. Неудивительно, что и летний сад проектировал французский архитектор Жан-Батист Лебло. Особенностью таких парков были геометрически выверенные формы и обязательная симметрия всех насаждений. Для украшения своего любимого детища Петр I заказал в Италии мраморные статуи и бюсты. Прямые аллеи, фигурная стрижка деревьев, партерные цветники, многочисленные фонтаны, гроб. Все это великолепие поражало посетителям первой парадной резиденции Петр I. Здесь устраивались излюбленные петровские ассамбли, принимались иностранные посты. Идея ассамблей была также заимствована русским царем у Петр I. Так назывались общественные собрания, где переписывалось общаться, танцевать и играть, а при бедре вода упала прямо к деревьям в саду. Колонны и основания ограды были вытесаны из карельского гранита, а сама решетка выкована из железа на одном из русских заводов. Изящество и легкость Невской ограды летнего сада воспиты в произведениях многих русских поэтов. Обратите внимание на удивительно гармоничный трехполетный пранчичный пост, соединяющий Творцову и Кутузовскую набережную. Он возобновился в то время, когда по проекту Юрия Мареевича Фемина в гранит одевалась самая Творцовая набережная. Вместе с сооружением набережной через фонтан и ледяшую канавку были перекинуты прачечные и ледяши мосты. Так, прачечный мост стал одной из двух первых каменных переправ в Санкт-Петербурге. Мост получил свое название благодаря прачечному двору, который когда-то находился на левом берегу реки напротив летнего сада. напротив летнего сада на противоположном берегу реки Фонтанке стоит двухэтажное здание с колоннами и упалами. Дом номер 6. Здесь в 30-х годах 19 века находилось училище правоведения, из стен которого вышли выдающиеся деятели русской культуры. Композиторы Чайковский и Серов, художественный критик Стасов и его брат известный юрист Стасов. Училище было закрытым и перворазрядным заведением, куда принимали только потомственных дворян. Известная скульптура Черепыжи связана со студентами именно этого учебного заведения. В 1917 году в этом доме проходили заседания чрезвычайного Всероссийского Сместа Совета крестьянских депутатов. Мы идем по реке Фонтанке. Сейчас она течет по самому центру Петербурга, но в 18 веке по ней проходила одна из границ города. Река вытекает из Невы и впадает в нее обратно. Такие протоки раньше называли Ерик. Вот и за Фонтанкой сначала закрепилось имя безымянного Ерика. Свое нынешнее название она получила благодаря фонтанам летнего сада. Воду для них подавали по особым трубам, перекинутым через реку из канала неподалеку, а позже прямо из безымянного Ерика. Поэтому в народе речку вскоре подавали фонтан подавали фонтан. Подходим к Батилейновскому масту. Его чугунные перила украшают стилизованные изображения рейнских щитов. С воинским мастерам мастерам это пучки копий с золоченными наконечками. Мост построен в начале XX века на месте существовавшего ранее цепного висячего моста и был переименован в честь декабриста Павла Пестеля, жившего неподалеку. В конце XX века мосту вернули прежнее название. А сейчас будьте очень внимательны. За мостом река Мойка, уходящая вправо, берет начало из реки Фонтанки, а к Пантелеймоновскому мосту примыкает первый инженерный мост через Мойку, оформленный в похожем стиле. На его устое слева, почти у самой воды сидит бронзовый чижик-пыжик. Он относится к числу самых маленьких памятников. Птичка изготовлена от натурального речи, его высота составляет всего 11 сантиметров. Оранжево-красное здание прямо по курсу Михайловский замок. Он стоит в месте, где река Мойка берет свое начало из реки Фонтанки. Замок был построен на рубеже 18-го и 19-го веков по приказу императора Павла I и стал его официальной резиденцией. Из-за противоречивой политики императора при дворе не любили. Замок создан по мотивам средневековых дворцов. Огромное сооружение поражает мрачной мощью и суровой замкленностью. Со всех сторон здание было окружено водой. Через рвы были перекинуты подвесные мосты, которые с наступления ночи поднимались, превращая замок в настоящую крепость. Однако многочисленные предосторожности оказались напрасны. Павел I прожил в Михайловском замке всего 40 дней. В ночь на 12 марта 1801 года он был убит своими приспешцами. После смерти Павла дворец опустил. Царская семья не хотела жить в столь мрачном месте. Замок передали инженерному училищу, в результате чего у него появилось второй инженерный замок. Недалеко от Михайловского замка, на правом берегу Фонтанки, стоит здание, где особенно любят бывать дети. Это Петербургский цирк. Первое в России каменное здание, построенное с учетом цирковой специфики. Инициатива постройки цирка принадлежала итальянскому артисту, наезднику и дрессировщику Гаитана Ченезей. Здание считалось одним из красивейших цирковых зданий в Европе. Оно поражало современников совершенством пропорций и изяществом украшений. Не менее наряден был цирк и внутри. Мост перед нами упирается в небольшую площадь, где стоит один из старейших храмов Петербурга, церковь Симеона и Анны. При Петре I берег фонтанки, отсюда и до Невского проспекта, был совершенно пуст. И царь подарил эту землю своей дочери Анне, в честь ее наречения царев. Позже императрица Анна Иоанновна закрепила связь этого места со своим именем, выстроить церковь, освященную в честь ее покровительницы Анны, пророчества. Ниже по течению фонтанки на левом берегу на чугунные ограды золотой металли стоит невысокое длинное светло-желтое здание. Это дворец Шереметьево, так называемый фонтанный дом. На фронтоне и на воротах чугунной крады изображен герб этого известного дворянского рода. фонтан был тесно связан с развитием фонтана. Уже в конце восемнадцатого века дворец стал центром театральной и музыкальной жизни Петербурга. В столице был хорошо известен великолепный театр. Крепостные театры стояли у истоков российского театрального искусства. Создавались они по желанию помещика и принадлежавшие ему актеры не имели никаких прав. Могли быть проданы или наказаны. Хоть и обучались у специальных продавателей и вместе. После экспроприации в одной из квартир дворцового флигеля долгое время жила Анна Анна. Здесь в честь столетия пригласил Сокий музей именно Ахман в своих зданиях. Шереметьево в городе назвали Анна Анна. Вот следующая экскурсия и подходит к концу.